Я знакомлю с состоянием отдела в области металлургической переработки глубоководных труб всех тех труб, которые сегодня назывались. Пожалуйста, следующий слайд. На данном слайде представлена железоморевная конкреция, стоимость общая 685 долларов за тонн на нынешних ценах этого года. На такой вот и следующий слайд было поднято в общей сложности при проведении работ в 80-90-х годах прошлого века около 300 тонн. К проведению исследований были привлечены ведущие отраслевые институты разных министерств, Северский, Чернец, ИГРИ, ВИМС, МИБРЕ и Академии наук. В общей сложности было разработано около 10 технологических схем переработки глубоководных труб на основании технико-экономической и экспертной оценки, в которых было выбрано два принципиальных различных варианта. Это гидрометаллургическая технология, которая основана на вкладке ЖМК с получением передельного маргаринцевого шлака и комплексного сплава, в котором концентрируются цветные металлы при последующей переработке, которую можно изменить в никель и кобальт. Следующий слайд. И гидрометаллургическая технология. Она основана на переводе всех металлов в раствор с последующим селективным извлечением из раствора концентральных медий, никеля и кобальта и марганца. Следующий слайд. Была проведена полупромышленная проверка обеих технологических схем, которая подтвердила возможность извлечения из ЖМК товарных металлов. В частности, по гидрометаллургической технологии было наработано порядка 300 тонн никель-кобальтового и медного концентрата и около 8 тонн марганцевого концентрата. Концентраты цветных металлов были переработаны с получением порошков этих металлов, а марганцевый концентрат был направлен для выплатки ферросплавов на Запорожский ферросплавный завод, но в этот момент, это был 90-й год, случилось известное событие, и дальнейшая судьба его неизвестна. Кроме того, установлено, что железомарганцы и конгрессы обладают уникальными санкционными свойствами и могут использоваться для чистки от вредных примесий срочных водок, промышленных предприятий и отходящих газов предприятий. Кроме того, промедуточные продукты переработки и конгрессы пригодны для использования производства минеральных удобрений и различных видов катализаторов в следующей статье. Здесь можно увидеть результаты укропненных техно-технических расчетов по схеме металлургической переработки ЖМК, с получением концентратов. При производительности предприятия 3 миллиона тонн, общие институционные вложения составляют 872 миллиона долларов, сонные затраты более миллиарда, стоимость товарных продуктов почти 1,6 миллиарда долларов, в срок окупаемости вложений 4 года. Следующий слайд. Следующий вид водокроводных руд – это полиметрические сульфиды. Они отличаются различным вещественным составом. На данном блокаде приведена суммарная стоимость полезных компонентов. В ГПС на примере рудного поля Ашазы была осведена такая технологическая проба нашей организации. Здесь основной компонент – это медь, 66% общей стоимости. Я обращаю ваше внимание, что на втором месте стоят благородные металлы, почти 20% общей стоимости, и только на третьем месте цинк. Попутно из этих руд могут привлекаться кадмий и сирен. Силы, пожалуйста, в следующий слайд. Эти сульфиды, конечно, они аналогичны по своему составу, но отличаются тонкой взаимной крапленностью сульфидных минералов, что создает определенные отрудности для их обогащения традиционными методами. Тем не менее, следующий слайд. Так, что-то попросили, ну ладно. В процессе технологических исследований были получены концентраты меди и цинка, удовлетворяющие требованиям тех условий, и успешно решена задача извлечения из этого вида сырья благородных металлов. Необходимо отметить, что сульфиды отличаются между собой по вещественному составу. Вот в частности, самая нижняя проба, это 43% меди в ней, она по своему химическому составу отвечает требованиям к самому высокому 40-му медных консультациям. Такая руда может быть направлена на любой медный завод без предварительного обогащения. Попутно так же будет извлечена благородными данными сален и кину и расширает. Скажите, пожалуйста, может быть перейдем, вот все услышано. Александр Ильич, может быть вы акцент закладываете, то есть вот то, что вы сказали, это уже проработки из того, что мы достали оттуда, да? А вы назвали конкретно 4 года купательности. Это 4 года, значит, бизнес, по идее, должен был уже там работать. Раз он не работает, то значит не 4 года. В чем начался? Вопрос в следующем, это 4 года, я назвал цифру строительства. Нет, вы сказали 4 года купательности. Окупательность. Поэтому если там бизнеса все еще нет, значит, вы уже не то сказали. То есть, что я сказал, за гражданное строительство завода по переработке конкретных, получение концентраторов цветных металлов в маннице. Здесь добычи, транспортировки нет, но стоимость работы здесь не учтена. То есть, как вложения будут здесь выше, конечно, потому что дальше будет на первом маркетинге, так и так далее. Поэтому уже вопрос же здесь главный, все равно, если мы говорим про привлечение бизнеса, то это купаемость. Это не общее. Хотя бы расчетное, хотя бы для риска, кто пойдет. Не по лирский завод, я способен это посчитать, а не это понятно, но мы же говорим про океан, то лучше. Спасибо.